народ всем привет привет ну вот и настало время сделать видео как взять у визера деньги в общем сейчас все расскажем все озвучим как вы помните у нас почти год назад было видео как мы добирались в украину из-за будаби в краков пытались долететь и даже вот оставлю плейлист по моему там где-то 10 видео на 4 видео точно как мы не вылетели как нас поселили в отель это все было 10 июня рейс был в пишу здесь в 6 50 94 и так получается все классно мы регистрируемся в аэропорту абу даби должны лететь в краков билеты недорогие мы все довольны идем уже и в зону вылета и в duty free потом на посадку потом нас довозят до самолетов представили да мы уже почти выходить но стоим 40 минут нас везут обратно и извините рейс сегодня не вылетит вы просто вот наш шок тогда представить не можете потому что в нашей стране война и мы пытаемся добраться увидеть родных и близких и билеты дорогие билетов уже нету и там все люди которые наши летели украинцы такие потерянные были вообще просто даже в следующем уже на следующий день в отеле никто даже в мариоте завтракать особо не хотел потому что реально у людей не было настроение все народ уже отсидели два часа уже мы находимся в автобусе ки уже даже приехали на почему-то нас не выпускали ждем выхода в самолет выпустят непонятно что происходит нас обратно привезли к аэропорту объехали самолет обратно привезли вообще конечно в офигении немножко народ очень весело нас вернули здание рапорта самолет перенесли как говорят на завтра на 11 нас катали в автобусе девочки одной стало плохо нас не выпускали из автобуса мы стали бить дверь и наконец-то и вынесли там апелленсия началась было жарко то есть визер это одна из худших авиакомпаний пока по нашему по нашему вот что я вкратце обрисовала ситуацию кто помнит тот помнит что происходило в этот день в том числе это видео для вас ребята чтобы помогли себе вернуть деньги это очень важно потому что реально визер просто тогда скажем так хорошо облажался что там произошло а пилот просто сказал что как мы мы видели пилота пилот сказал что он не может лететь он устал это не первый перелет у него за сегодня он просто вышел и ушел нам сказали что это был страйк там пилот стройкует но сейчас рассказываем все по порядку как как мне мне уже деньги пришли наташа ждет то есть мне пришли деньги уже можем делать видео у нас на следующий день мы вылетели на следующий день там еще перекладывали на пару часов переносили рейс дамы вылетели на следующий день но во первых мы потратили время нервы мы сильно заболели во вторых у нас было четыре дня в кракове и получилось что один день в кракове просто съелся это 66 долларов 243 дирхама и когда нас уже по отелям нас в один отель везли когда у нас просто распределяли в этот отель а мужчина в кондоре в аэропорту сказал не волнуйтесь вы получите 250 евро компенсации если бы этого не сказал я просто бы даже не писала визе но было сказано четко у вас отель там завтрак мы вылетаем вы получите 250 евро компенсации и наташин друзья да по моему уже давно получали получали компенсацию от визера тоже ну а других обе линии ну компенсацию получали то есть как бы это как-то зацепилась мою мозгу и домой мы добрались аж 15 июля пятнадцатого числа мы добрались домой заболевшие сильно у меня была температура дикая причем мне 10 наташа была у тебя слабенько было 35 но ни нюха ни запаха то есть как бы у нас еще есть такие подозрения что мы еще там заразились или в мариоте или в аэропорту то есть как-то визер что нас совсем подвел и я написала сразу же вот больная там хромая жалобу визер написала через месяц 15 августа пришел ответ что нет вы попадаете под категорию чрезвычайных обстоятельств поэтому компенсация вам не причитается что вообще-то мы за такси платили потому что платили за такси 10 долларов туда 10 долларов обратно чтобы доехать в отель мариот переночевать я прикладывала все чеки что даже за такси не консультация ну извините тогда ребята компенсация тогда уж конечно извините и дальше мои действия а вы знаете когда вы покупаете что-то или смотрят там какие-то спортивные вещи или там стиральные машинки вам регулярно эти же спортивные вещи или стиральные машинки условно выпадают постоянно в фейсбуке в инстаграме в рекламе в интернете знаете когда я купила нам визер мне уже постоянно начала выпадать реклама на фейсбуке в интернете air advisor это такая компания которая вот занимается этим возвращает деньги за несостоявшийся рейс за задержку рейса я оставлю ссылку в описании это не реклама мне за это ничего не платили просто они вернули мне мои деньги я сделала скриншот и когда мне ответили сразу же туда написала в этот же день 15 августа я подала заявку и мне выпало да вы можете подать на 600 евро на 600 евро но при этом была такая там такая договоренность появляется стоит 420 вам 180 компании то есть принципе это нормально то есть грубо говоря не умный визер вместо того чтобы платить мне 250 наташи 250 заплатил уже мне 600 но я с компанией поделись мне 420 досталось и наташа достанется 420 заплатила 600 то есть нет чтобы заплатить 500 евро как и обещали то есть 1200 вы профукали вот я подала все заявки все документы которые у меня просили и вот моя претензия называется претензия у них была отправлена 18 августа вот я просто все вот выписала что когда и почему и я скажу так что вот ну это долго делать это долго делать долго подается и это дай мне долго ну вот потому что только вот 18 августа моя претензия была отправлена в компанию и 2 марта деньги пришли это вот это же не долго подается на долгий процесс а ты подала сам заполнение но я не знаю там самом деле я сейчас хочу тебе рассказать вот и я не знаю на самом деле сколько это делать сколько компания это делать то есть моя заявка ушла 18 августа деньги пришли 2 2 марта ну деньги пришли в компанию мне деньги пришли на 8 марта мне деньги пришли восьмого месяца иногда писала в компании как дела там они они пишут не волнуйтесь все как бы идет своим ходом ждите и и много было отзывов я читала про эту компанию что да вы ждете но деньги вам вернут какие документы я прилагала то есть я вот документы там три дня еще мне писали чтобы я добавила документ значит бронирование билетов я понимаю что это было давно но три года да там в компании правило вот три года у вас есть чтобы подать апелляцию значит бронирование билетов возможно у вас где-то все равно это бронирование есть в ваших письмах в емейлах куда вам присылает компания дальше есть там номер букинга на билете посадочный сам билет паспорт или айди я давала свой эмиратский иди доверенность на компанию заполни заполняла и электронная подпись там электронная подпись как-то делается я не помню же просто я в школе делала у меня она уже была то есть если что или вам компания скажет сделать или просто на ютюбе найдете как ее сделать вот и вот и все дорогие мои обращайтесь в эту компанию и требуйте деньги за вылет если подвел визир или какая-то другая компания ну самое прикольное мы говорили в то видео никогда визиром больше нет народ сейчас такие цены что раз пейлерю а будет интересное путешествие мы возвращаемся домой ну едем в отпуск домой планируем планируем в конце июня из тома визир потому что во флай дуба и какие-то сумасшедшие цены 2 500 за один билет ну визири хотя бы тысячи кисточку для пиццы дирхам за один билет а визири хотя бы тысячи так же снова будем пробовать судьбу если что не так просто уже знаем куда писать куда обращаться ну вот а у меня уже все пришло все работает мне приятно что я еще я достала визир у нас получилось так что ты не заполняла и позже заполнила я просто сначала она себя заполняла сначала проверяла все это просто мы тебе заполнили пусть я уже знала что делать ну там есть гайды там написано как все делать просто за дни на сайт там все будет понятно в чате правда отвечает я через питом ты пишешь ну когда заполнял документами как-то через день отвечали по деньгам там спокойно через три дня отвечают нормально вежливо я писала на английском сейчас там почему-то у меня сайт стал на нашем на украинском языке поэтому почему почему-то я посмотрела их буквально когда у ли деньги пришли я начала интересоваться вообще чья эта компания оказывается это украинский стартап но зарегистрирован или в польше или в америке я так и не поняла там на сайте описано о нем и парень вот который там придумал это все то есть все равно на любом языке пишите вам ответят сначала вы посмотрите там билет как что загружать там подаете претензию и вам вот мы хотели подать на этих ад нужно верить три года назад этих адам у нас сорвалась поездка в баку из-за популярного вируса и нам сказали нет типа все уже сразу там до отказ там сразу эту претензию подать не может а вот насчет визера насчет этого рейса я помню много наших летела с громады абу-даби с украинской громадой столько людей писала елки ну как же так ничего все это как бы сказать возвращается с визера деньги снять нужно потому что когда они обещали и не выпал ну это это было настолько некрасиво не то что некрасиво это просто у меня нет это не то возмущение невозмущение первый раз такое слава богу и мы я не верю я не знаю чем будет наверное в жирную черную рамочку тот же рейс тот же номер рейса так что визер жди нас но мы уже знаем как с тебя деньги выкачать это такое а ты верила я не верю я верю потому что я читала уже в эту компанию поэтому и подала я вообще не понимала как это работает реально ты ничего не платишь не таких и говорят сразу вы ничего не платите на но вы делитесь долю даете нам такую это это и ваши принимаются только действительно большой вот в 7 месяцев прошло 7 месяцев они работают подождете и нормально все какие у них там ну видимо юристы хорошие то что наши претензии они сразу от футболе сказали когда не подпадает и это это не подпадает потому что там ли из-за бастовки или что-то такое там ну короче сам дурак поэтому использовался нашими написали о гошеньке 600 евро и такая фугану давайте рискнем так что вот такое видео сегодня требуйте свои деньги нам лайки и комменты соли связываться а я это я буду я вы я помню все это когда не трать свое время а я потрачу уже такая сейчас я не трачу я учитель физкультуры в местной школе поэтому я очень настойчивый человек просто не понимаете вы это многом говорит все всем пока всем спасибо слава украине героем слава и всем хорошим людям чтобы добиться своих прав пока